А давайте с вами обсудим заявление главы ЦРУ. Джеймс Олсен заявил, что российского диктатора Владимира Путина могут убить, чтобы прекратить войну против Украины. Он уточнил также, что если Путин останется у власти, он никогда не откажется от войны, и поэтому путь к ее окончанию это, собственно, либо убийство Путина, либо его свержение. К тому же Олсен говорит, что вполне вероятно, что некоторые патриотически настроенные россияне решат, что им нужно устранить Путина. Речь идет о военных генералах, которые в определенный момент не будут готовы мириться с колоссальными потерями Российской Федерации. Они, собственно, и устранят Путина. Андрей Владимирович, что у украинской разведки известно также о настроении в военно-политическом руководстве Российской Федерации? Если мы говорим о таком сценарии, то это именно сценарий, который был бы для самой так называемой Российской Федерации, наверное, наилучшим в сегодняшнем моменте. Для того, чтобы отделить преступления Путина от преступлений военных, либо других руководителей, сказать, что это все не мы, это все он, проклятый. Для того, чтобы перезагрузить ситуацию, быстро выйти из Украины и сказать, что вот Россия теперь поменялась, и она другая. Это сценарий, самый выгодный для самой России. Что касается вероятности его реализации, это, конечно, не так просто. Сегодня Путин, как персонаж чрезвычайно параноидальный, максимально защищает себя. И много уровней охраны, практически постоянное пребывание в бункере, мало передвижения, постоянная проверка тех, кто находится рядом и получает доступ. Безусловно, эта задача будет не легче, чем в свое время задача по устранению Гитлера для его же, скажем, коллег и сослуживцев. Но, тем не менее, это выбор самой элиты. Далее идти в пропасть вместе с сумасшедшим диктатором, либо пробовать освободиться. А настроение мы видим, публичные разборки уже не редкость. В общем-то, упомянутый вами разговор между Пригожиным и Ахмедовым очень ярко по полочкам расставляет акценты, как на самом деле воспринимают и что думают о Путине, о его адекватности и о том, что он делает в Украине и в мире. Другой вопрос, на что она готова, эта элита. Ну вот пока зреет. Но то, что многие понимают тупик линии Путина, это факт. И пытаются защищать свои интересы и права, свою жизнь, свое имущество, тоже факт. В том числе и выходят на контакты с другими государствами. И в том числе и понимают, что Украина тоже может такие гарантии предоставлять. Поэтому пробуют. Больше мы комментировать не будем. Дальше будет и будет интересно. Андрей Владимирович, расскажите, кому сейчас доверяет Путин? Как много людей в его окружении? Вы говорили сейчас, что он настороженно относится к этим людям, которые вокруг него. Кто имеет доступ к телу, как говорится? Ну ближайшие два это все-таки Патрушев и Ковальчук. Это те люди, которые не просто имеют доступ, а разделяют всю ответственность по планированию, по всей этой безумной политике и сумасшествию. Ну а далее мы знаем, есть второй и третий круг. И все люди, которых мы видим и по телевидению, и товарищ Медведев, но это далеко. Это далеко не ближайший круг. Но вот эти два персонажа самые близкие. Но в целом круг сужается, и паранойя усиливается, и контакты все сложнее с так называемым Путиным для даже жителей башен Кремля уже становится действительно проблематичным. И еще о паранойи Путина. В сети опубликовали фото еще одной системы ПВО резиденции Путина в Сочи. Команда Навального обнаружила панцирь С1 недалеко от шале АЧПС секретной резиденции Путина в Красной Поляне. Такие же установки мы уже ранее видели, да, и фотографии в Алдайской резиденции. Андрей Владимирович, как вы считаете, еще 13 месяцев назад Путин осознавал, какие будут для него последствия? И ордер на арест выдан, и голову прикрывать системам МПВО приходится сейчас. Да, когда реальность сталкивается с больными фантазиями и пропагандой, ну вот получается надо защищать себя теперь системой МПВО. А еще НАТО уже ближе к границам, собственно, Финляндия, да, уже можем констатировать 1340 километров границы плюс с НАТО. Безусловно, это паника, безусловно, это страх. И после вот таких кадров, которые мы сейчас видим с ПВО, в общем, возле самого Путина, говорить о том, что все идет по плану, ну, вряд ли это тот план, на котором мечтали российские пропагандисты и расисты. Поэтому, да, режим Путина показывает, что он не способен защищать какие-то базовые свои же интересы самого режима. И страх в каждом шаге Путина во время его передвижения, встреч, ну, наверное, с каждым разом и длина стола будет увеличиваться во время его встреч с официальными лицами. Но, тем не менее, да, это еще одно свидетельство о панике и в окружении Путина.